ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Двумя пересадками, с одной пересадкой в Турции, 2 часа до Турции, потом 9 часов до Гонконга Ну прикольно, прям много спотов уже на въезде, тут только выезжаем сейчас Не знаю, успею добраться до ребят, которые вроде пообещали мне вписать, если получится Если нет, тогда буду на улице спать или где-нибудь Ну в принципе ночью плюс 17 нормально Короче, по обстановке, столько корок уже было, типа доехал до центра, до конечной остановки Гонконга И типа мне надо было найти, зайти в метро Я спрашивал всех, все думали, что это типа сабвы, это и метро, и переход Мне все показывали просто на переход Короче, и подошел к челу просто, молодому Он меня довел до маршрутки Я говорю, типа у меня нету гонконгских денег, у меня только типа китайские деньги И он мне просто дал 60 гонконгских долларов, это по-моему там рублей 600 что ли Я ему говорю, не, не, не надо, он говорит, а бери, бери, типа они тебе пригодятся Все, потом на метро проехал две станции Потом начал переходить границу Столько просто бумажек надо было заполнять, ворот, штуки три проходить Наконец-то прошел, потом не мог купить билет На метро уже до ребят, вот сейчас еду Еле купил, короче, жетон на метро Сейчас наконец-то еду Я вот уже просто сутки еду Мясо полное Дальше ток-порки будут начинаться, мне кажется Короче, еще по обзорчику Доехал я Взял у чела позвонить, телефон Он меня проводил до общаги Меня встретили чела Не особо не рады были Переночевал одну ночь На следующий день должен был приехать чела, с которым я договорился покататься Что-то он не приехал Я сам весь день покатался чуть-чуть По итогу ночевал просто в переходе где-то Ну в общаге в этой Там на девятом этаже какой-то переход, типа матрас был Я на нем прямо заночевал Но мне здесь не особо рады, нету вписки Ну и вот походу там и буду постоянно ночевать Вот эта точка, где я спал Семь дней, пока меня не выгнала уборщица на седьмом этаже Сейчас пойдем посмотрим Ну вот на вот этих коврах И спал, заворачивался Здесь-то не лежали Я заворачивался в ковер И спал до семи утра Вставил будильник, чтобы меня уборщица не болела Пока не заподозрил, не ладно Потом меня выгоняла ночь Там я нашел себе новую вписку Это моя вторая вписка Сейчас погоним туда Вот так вот она вот здесь я и спал две недели когда был дождь тогда типа на двух стульях вот она просто штаб-квартира на легком это моя крайняя вписка здесь я прожил две недели здесь две недели спал мягко было итак сегодня прям интересный был день была плохая погода я не пошел кататься поехал изначально вообще посмотреть спот в сторону аэропорта одну станцию не доезжая потом захотел пойти на гору нашел пару спотиков бэнгов прикольный поднялся на гору спустился с другой стороны сел на автобус долго-долго ехал вышел посмотрел станции метро загуглил пошел станции метро она закрыта делается дошел до другой закрыта потом догнал что уехал в другую сторону от метро действующего пошел пропустил последний автобус который шел до метро который работает начал ловить скутер такси чтобы догнать тут короче встретил просто человек которые ехали и не знаю ну просто домой шли просто показываю метро метро и он через транслейтер начал объяснять потом словил такси даете по таксисту 100 юаней и говорит типа вот ему надо доехать но не можем никак понять друг друга потому что он на китайском говорит я на русском потом по итогу транслейтером набрал на английском и начали с ним общаться потом или как типа он вызвал ментов чтобы они помогли типа как переводчиков они просто типа потупили минут 15 и уехали потом транслейтером по итогу уже было время много уже сколько 11 с копейками там пол двенадцатого я ему пишу может и останусь у тебя так как и плохо знаю английский и он меня не понимает и через слово понимаем по итогу он говорит я дам тебе денег ты можешь переночевать хостели все погнали в хостел в отель нашел отель он и заплатил 320 юаней за одну ночь полное мясо вот так ты сходил посмотреть на гору или посмотреть spot вот одноместный номер с туалетом с душем все как надо масть пошла полураннее утро конец февраля не вчера повезло и нашел типа карточку обучающийся на ней было 100 юаней ли 102 юаня типа можно пользоваться пока не заблокирован можно по ней метро расплачиваться в автобусе и в столовой местные и местных магазинах и вот я вчера типа накормил себя василия несмелого и затарился еще продуктами в прок и осталось от 30 юаней сегодня знаю работ будет карта или нет а вот и главная точка где проспал два месяца но сейчас туда находиться не заходить нельзя потому что здесь типа сотовая связь и когда она закроется от магаз только тогда может зачекать после шести я здесь спал до 9 утра потом газ открывался и уходил итога сели на паром за 500 джованни едем куда обстановка устраивает а пацанов нормально все вот этот парень 15 минут и мы город под названием не не остров как называется хайнань хайнань и потом уходим туда сани приблизительно еще три часа время час 41 приедем к шести утра и бизнес начнется такой расклад короче мы встали неимоверно едем уже почти сутки потому что мы во сколько вы ехали в четыре тридцать это да сутки назад итога полтора дня пригнали на санью вот он пляж владимир подуставший кепочка полу клап все погнал итога заканчивается щилл на санье сегодня приехали на второй пляж здесь типа намного лучше песочек чище водичка горели по тихой кроме мадам она знала что делать все сейчас финальная фотосессия гоним куда смотреть и обратно в путь так до каникулы на санье холидейс последняя минута плавания на санье секундомер секундомер показывай в камеру все погнал какое место Официально! Все, виза закончилась, я приехал в Гонконг, в аэропорт, потратил 20 долларов гонконгских, это на метро 23, по-моему, где-то 210 рублей на метро, чтобы проехать 3 станции, потому что не смог просочиться, стояло 4 контролера, это было вообще просто мясо, если бы я попробовал, у меня были деньги, и потратил на автобус 30 долларов, это 300 где-то рублей, вот 500 рублей и только одна дорога до аэропорта стоила, завтра лечу в Вьетнам, вот новый стайлок, выкинул старые вещи, потому что 4 месяца в одних вещах катался, выкинул балахон, потому что он протерся, майку она просто порвалась, и вот майку мне подогнал, чел я поменял ему еще на вино, типа подрезанное в магазе, потом джинсы подрезал, и кеды конверсы тоже подрезал, сейчас иду чехол прятать, чтобы его с собой не везти в лес, и все, чтобы двигаться чисто на легком, одна доска, одна запасная доска, рюкзак и все, и чуть еды, завтра в Вьетнам, новое приключение, центр, ханой, забронировал хостел за 20 юаней, самое дешевое, что нашел, не хотел искать, потому что решил на бизнесе почилить, потому что я подрезал продукты по заказу пацанов, и на эти деньги, вот, забронировал себе гостиницу на 8 ночей, 190, 180 юаней вышло, супер дешевое, самое то, что нашел, 20 юаней, 200 рублей, койко-место, посмотрим, вроде фотография уставшая, посмотрим, что там за 200 рублей можно вообще ночевать вне, ну, наверное, можно. Продолжение следует...